Потерпевшим звонили на мобильный телефон, на домашний телефон и сообщали, что их родственник попал в ДТП. И для того, чтобы не завели уголовное дело, необходимо для примирения с потерпевшим внести денежную сумму. Денежную сумму не обозначали, потерпевшие сами говорили, какую сумму они могут дать. За свои услуги в качестве курьера подозреваемая получала по 10 тысяч рублей. И на данный момент установлено, что от ее действий пострадало трое пенсионеров из Эндельса. По приметам злоумышленницы была составлена ориентировка, а вычислил ее сотрудник патрульно-постовой службы. Ну, увидел ориентировку, после чего начал спрашивать у знакомых, у друзей. Показал ориентировку, ну, фотографию девушки. Девушка сказала, что она знает, кто это. После чего нашли ее страничку в соцсетях ВКонтакте. После чего я передал информацию дежурному, своему дежурному по патрульно-постовой службе. Ну, на следующий день ее задержали на ее адресе. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.